Добрый день! В эфире Час новостей в студии Анны Кокорина. И вот о чем расскажу в ближайшие 15 минут. Чуть не умерла в голодном плену. Собака ушла дальше по туннелю. И с туннелью ее уже было более тяжело достать. Из заброшенного канализационного колодца неравнодушно достали бездомного пса. Покажем кадры спасательной операции. Борются за чемпионство прививочной кампании. В регионе составили рейтинг больницы и поликлиник, где вакцину поставило максимальное количество мечей. Этих гонщиков не остановит даже пандемия. Быстрое решение всех вопросов позволяет и участникам, и зрителям безопасно провести наше мероприятие. Уже через два дня в Омске стартует ралли «Шелковый путь». Раскроем некоторые секреты церемонии открытия. Не проиграл ни одного сражения и всегда почитал церковь. Для всех, кто считает себя русским человеком, роль Александра Невского, роль защитника очень сложно переоценить. В Омск доставили мощи святого Александра Невского. И они ковали победу в немецком тылу. Уничтожали врага, били тем, чем могли. В Омске, как и по всей стране, вспоминают партизаны подпольщиков Великой Отечественной. Освободили из многодневного плена. Вызволять из заброшенного канализационного колодца собаку пришлось сегодня студенческому спасательному отряду. К специалистам обратились неравнодушные мечи. Они услышали лай и какое-то время подкармливали пса. Операцию развернули на пересечении проспекта Мира и улицы Доковской. Задача оказалась не такой простой, как показалось на первый взгляд. Для начала спасателям пришлось освободить проход от груды мусора, а после выманивать испуганное животное. Помогла в этом и наша съемочная группа. Для пса принесли еду, а путь к щенку освещал фонарь с камеры. В итоге спустя час его все-таки удалось вытащить. Собака ушла дальше по туннелю. И с туннеля ее уже было более тяжело достать, потому что мы не специализируемся на отлов собак. Поэтому немножко другая стихия, поэтому были немножко трудности. Довольно-таки нелегко. Да, собака была напугана, она маленькая еще. Получилось все-таки достать. Бездомный питомец все-таки решил сбежать, а колодец тут же закрыли с помощью подручных средств, чтобы обезопасить других животных от бетонной ловушки. Ну это же животное, а тем более собачка. Они же умные такие. Они очень даже умные. Жалко животину. А то мы за всех боремся, а животина чуть не пропала. Вам огромное спасибо. И к другим новостям. 800 миллионов рублей дополнительно на ремонт дорог получит Омская область. Об этом сообщил первый зампред Государственной думы депутат Омской области Александр Жуков. Такое решение приняла комиссия федерального собрания. Напомню, накануне стало известно, что в этом году в Омской области в порядок приведут 75 магистралей. В этот список вошли и те ремонт, которых был запланирован на 2022. Для этого из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей. Таким образом отремонтируют более 200 километров проезжей части. Удастся преобразить еще несколько общественных территорий. Такое распоряжение накануне дал глава региона. 44 миллиона рублей сэкономили на реализации других проектов. Начинающие бизнесмены смогут пройти профессиональное обучение бесплатным. Такую услугу в рамках нацпроекта «Демография» в этом году запустили в Омске. Ранее рассчитывать на это могли только предпенсионеры, женщины в декретном отпуске и мамы дошкольников. Как сообщили сегодня на пресс-конференции, всего таким образом в этом году планируют обучить около 2000 человек. Наиболее востребованными сейчас являются такие профессии, как водитель автомобиля, облицовщик, повар, учитель, бухгалтер и педагог дополнительного образования. Подать заявку можно на сайте «Работа в России» или же обратиться в Центр занятости. Профессиональное обучение для всех этих категорий организуется бесплатно. Длится оно до трех месяцев в зависимости от выбранной образовательной программы. Формы обучения в рамках национального проекта различны. Это и очная, есть дистанционные образовательные программы и популярная у взрослого населения очно-заочная форма обучения. Чемпионы прививочной кампании Центральная районная больница Омского района заняла первую строчку среди ЦРБ по числу антиковидных прививок. Там защиту получили почти 29,5 тысяч человек. Рейтинг составили в региональном Минздраве. На втором месте Тара. Здесь вакцинацию прошли больше 10 тысяч пациентов. На третьем Калачинское ЦРБ. Там привились почти 9 тысяч человек. В Омске же в числе рекордсменов больница имени Кабанова. Вакцину там получили почти 30 тысяч амичей. Второе место у городской клинической больницы номер 11, чуть больше 18 тысяч прививок. На третьей строчке медико-санитарная часть номер 4, почти 16 тысяч привитых. Напомню, что получить защиту от COVID-19 можно не только в больницах и поликлиниках, но также в торговых центрах и кинотеатрах. Если потребуется, мобильная бригада может приехать даже в садоводческие товарищества и на предприятие. Риск заразиться во время праздничной церемонии старта международного ралли «Шелковый путь» будет сведен к минимуму. Организаторы приняли все меры безопасности. Зрителям будут бесплатно раздавать маски. Подробности предстоящего события сегодня в эфире 12-го канала и радио «Монте-Карло Омск» рассказал руководитель проекта Владимир Чайгин, известный любителем автоспорта как «Царь Дакара». Он семикратный победитель легендарного ралли в классе грузовиков. 1 июля, отметил Чайгин, Омск станет центром внимания мирового спорта. На дистанцию выйдут 90 экипажей, в том числе и мячи. Гонщикам предстоит преодолеть горы, степи, дюны и пески на пути из России в Монголию. Разнообразие ландшафтов – особенность шелкового пути. И у каждой местности свои особенности. Даже степь, рассказал Владимир Чайгин, требует к себе уважения. Ландшафт сложный, ровным он кажется только самолета. На скорости под 100 и даже 200 км в час любая ямка может превратиться в ловушку. Сейчас участники продолжают пребывать, в том числе и за границей. За безопасность гонщиков и зрителей отвечает антиковидный штаб. Организаторы ручаются за эффективность его работы, которую удалось достичь, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с руководством Омской области. Мы вместе с руководством региона, дирекцией ралли, в это время, в прошлой осенью, стали как единая команда, единый коллектив. И, конечно же, такое быстрое решение всех вопросов, оно позволяет и участникам, и зрителям безопасно провести наше мероприятие. Конечно же, все меры предосторонности мы соблюдаем, все требования Роспотребнадзора. Еще раз хочу благодарить руководство региона за поддержку, понимание и за оперативность. Программа открытия начнется на Соборной площади 1 июля в 17 часов с концерта Омского симфонического оркестра. Музыканты исполнят рок-хиты групп Queen, Pink Floyd и Metallica в симфонической обработке. После зрителей ждут выступления национальных коллективов, а в 19.00 представят участников международного ралли. А мечи смогут увидеть гоночную технику, которой управляют чемпионы. Места для зрителей расположены на стороне Успенского собора, откуда будут хорошо видны все мероприятия церемонии. Во всех деталях рассмотреть яркое шоу смогут и телезрители. Трансляцию будет вести 12 канал. Черемуха, Ивы, Миндаль и Сирень украсят новую дорогу на улице Чехова. Ее строительство на участке от Чербанева до Краснофлотской должны начать в этом году. Это поможет разгрузить центр города. Сейчас автомобилисты проезжают по одностороннему проезду перед домом номер 3. После того, как появится новая дорога, она станет альтернативой для водителей, а территория у подъезда будет безопасной для местных жителей. Оборудуют рабочие также тротуары, велодорожки, ливневку и новое освещение. По плану предусмотрен снос 35 деревьев, однако на смену им высадят 60 новых саженцев. Добавлю, что новую магистраль построят по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Построить карьеру со школьной скамьи тысячи омских учеников смогут пройти практику на омских железнодорожных предприятиях. Такая возможность у них появится уже с сентября. Подключат и студентов, ребят познакомят с различными профессиями этой сферы, они пообщаются со специалистами. Все это в рамках масштабного проекта «Кадры для региона». Он стартовал в Омской области. Первыми соглашения о сотрудничестве подписали территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги и областной студенческий отряд. На встречу будущие специалисты уже дали понять, что их волнует в первую очередь. Это кадровая политика РЖД, трудоустройство, волонтерские проекты и организация детского отдыха. Молодые люди, они интересуются рабочими специальностями, той работой, которая есть в регионе. Они интересуются железной дорогой. Это уже большой плюс, большой позитив. Даже те ребята, которые на сегодняшний момент не являются железнодорожниками, еще не определились со своим выбором. Думаю, что после таких встреч они все-таки окажутся в лоне железнодорожников в будущем. Главная цель проекта – создать на базе штаба Омского студотряда площадку, которая станет зоной для общения крупного бизнеса и молодежи. Школьники и студенты смогут напрямую знавать у руководителей и представителей крупных компаний о последних тенденциях на рынке и о том, в каком направлении стоит развиваться, чтобы получить работу мечты. Поможет в любых начинаниях и исцелит от болезни до конца недели. Православные верующие смогут поклониться мощам Александра Невского. Ковчег со святыней накануне доставили в Успенский кафедральный собор. Здесь он пробудет до 2 июля. Для прихорожан храм будет открыт с 8 утра и до 8 часов вечера. Напомню, в этом году со дня рождения князя Александра Невского исполнилось 800 лет. За всю свою жизнь русский правитель не проиграл ни одного сражения и считался покровителем православной церкви. В молитвах к нему верующие просят помощи в делах и скорого выздоровления. Прибытие мощей в наш регион – часть Большого Всероссийского крестного хода. Это большая честь, что Восточный крестный ход начинается именно в Сомской области. В принципе, вне зависимости от вероисповедания, от возраста, от национальности, для всех, кто считает себя русским человеком, роль Александра Невского, роль защитника, очень сложно переоценить. И, конечно, данное мероприятие оставит свой светлый след в сердцах всех русских людей. Бойцы невидимого фронта сегодня в Омске, как и по всей стране, вспоминают партизаны и подпольщиков. Ветераны, юнормейцы и представители студотрядов собрались в углах почтамта. Здесь установлена мемориальная доска Филиппу Комкову, а мечу – военному летчику, который после того, как его самолет был сбит гитлеровцами, ушел к партизанам и помогал организовывать побеги советских военнопленных. Затем участники шествия отправились на улицу Ленина, где в военные годы находился штаб двух омских партизанских отрядов – сибиряк и комсомолец. Это самые молодые партизанские отряды были сформированы и в Омске – комсомолец и сибиряк. Средний возраст у них был 18 лет, потому что многие приписали себе в комсомольские путевки года, чтобы уйти на фронт. Сибиряк действовал в Витебской области. Вы знаете, что многострадальная Белоруссия была оккупирована, но народ не сдался, не стал на колени. Уничтожали врага, били тем, чем могли и где могли. И второй наш отряд работал на территории Карелии. День памяти партизанам и подпольщиков утвердили в 2010 году. Знак памяти о самоотверженной борьбе, которую во время Великой Отечественной люди вели на оккупационных территориях и в тылу врага. Всего за годы войны в партизанские отряды ушло более 1 миллиона человек всех возрастов, включая женщин и детей. Они сорвали несколько десятков крупных немецких операций, уничтожили более 4 тысяч вражеских танков и бронемашин. 65 тысяч автомобилей, подбили больше тысячи самолетов, отправили под откос больше 10 тысяч вражеских эшелонов. Коньки Бобкова, шлем Стася и даже сломанная клюшка Рида Буше. Авангард выставил на продажу чемпионский инвентарь хоккеистов. Это клюшки, шлемы, краги и коньки, в которых наши ястребы завоевали кубок Гагарина. Благотворительная акция проходит в формате аукциона в перечне 12 лотов. Стартовые цены тоже разнятся от 500 до 1500 рублей. Принимать ставки будут до 4 июля включительно. Ну а после победители получат свои трофеи, а все средства, собранные на аукционе, направят на покупку формы для детей, занимающихся хоккеем в Омске. И последнее. Взяли под крыло. В Омском экоцентре выхаживают птенцов ушастые совы. Птицу доставили дачники и, похоже, оторвали птенцов от семьи. Дело в том, что в этом возрасте пернаты учатся летать и нередко выпадают из гнезд. Их подбирают родители и возвращают на дерево. А вот в этот раз люди оказались быстрее. Сейчас пернатых выхаживают экологи. Птиц кормят свежим мясом и выпускать на свободу не планируют, так как охотиться совят уже никто не научит. А мечи просят быть сдержанней в своих добрых порывах и не спешить поднимать выпавших из гнезд птенцов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем мои полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Если теплица, то на выставке теплиц у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Музыка мирового класса. 106,2 ФМ в Омске. Радио Монте-Карло. Спонсор прогноза погоды и посевкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра 30 июня в регионе переменная облачность. В Омске солнечно, без осадков. Температура ночи плюс 16-18. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 31. В районах местами возможны грозы. Ночью 18-20 со знаком плюс. Днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова